добрый день коллеги время у нас 11 часов начинаем по времени не будем ждать отстающих все кто желал и не успел присоединиться соответственно будут присоединяться по нашей встречи ну а соответственно кто опоздает и что-то попустит или по каким-либо причинам не смог включиться вовремя то мы естественно пошлем материал данный после записи а также для тех кто у нас будет до конца вебинара я расскажу о приятном бонусе который мы пришлем вместе с презентацией и ссылкой соответственно на нашу встречу тема сегодняшней тема сегодняшней нашей встречи это учет тмц в 1с ерпи глазами гвалтер мы сегодня поговорим с вами учет резервов от обесценения запасов рассматривать мы будем этот материал на релизе то опять 1038 все время называю номер релиз на котором я провожу демонстрацию так как изредка не изредка вернее регулярно от релиза к релизу частично и функционал интерфейс может меняться теперь немного о себе я седоренко оксана ведущий консультант аналитик компании фодерлайн прошлом главный балдер поэтому все ваши трудности и чаяния мне знакома поэтому все свои вебинары я стараюсь проводить именно с точки зрения именно бухгалтера насколько сложно или легко бухгалтеру ориентироваться в этой программе и стараюсь всеми силами облегчить труд бухгалтеров данной базе и так тема нашей сегодняшней встречи резервы и соответственно мы сейчас с вами поговорим по поводу того по какому плану мы с вами будем идти запись у нас будет запись у нас идет и будет выложена позднее в youtube ссылку на эту запись вам всем придет поэтому все запросы на запись соответственно не отклоняем и так тема нашей сегодняшней встречи я проговорила и план нашей встречи мы поговорим о настройках функционала соответственно учета резервов обесценения запасов и что мы должны какую галочку нажать чтобы у нас начало работать далее поговорим о создании правил формирования резервов обесценения запасов он как бы состоит из двух шагов это создание нового вида цен почему тоже мы с вами об этом поговорим и установки цен для расчета обесценения запасов потому что в системе в любом случае нужно что-то с чем-то сравнивать для того чтобы производить запас поговорим о настройке счетов учета резервов номенклатуры естественно под обесценение запасов потому что мы понимаем что ERP работает у нас на регистрах для нее первичные регистры все наши проводочки это уже второе дело но нам нужно знать где и как мы настраиваем от чего не зависит далее поговорим собственно говоря по то каким образом по какому принципу рассчит производится расчет резервов от обесценения запасов поговорим про конкретные проводки учета резервов по про учет данных резервов налоговом учете и соответственно про то каким образом учитывается резервы под обесценение при выбытии этих самых наших запасов а также поговорим про отчетные формы и так переходим с вами непосредственно базу и будем работать на секундочку себя настраиваю чтобы нам было удобно всем и так куда вообще пошел вопрос по поводу необходимости учета резервов под обесценение запасов в связи с тем что у нас ввели фсбу 5 2019 это стала необходимость раньше в принципе компании кто-то вел учет резервов кто-то не вел учет резервов для чего же в принципе нужны эти резервы естественно это нужно для того чтобы наши пользователи наши отчетности получали достоверную информацию что такое вообще резервы под обесценение запасов это собственно говоря кредит счета 14 на нашем балансирском языке который уменьшает обороты активов балансе а с другой стороны мы знаем про водки то у нас дебетуется счета затрат соответственно возникает расходы и соответственно эта информация опять же для собственников который говорит что у нас на складах есть залежалый некондиционный товар мало того что он лежит мы еще и несем по этому поводу убытки и так пятая фсбу у нас собственно говоря выпущена для цели бухгалтерского учета повышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов в случае обесценения запасов организация создает резерв под это обесценение в размере превышения фактической стоимости запасов над их чистой стоимостью продажи величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан либо увеличен резерв от их обеспечения. И величина восстановления резерва под обесценение запасов относится на уменьшение суммы расходов, принятых соответственно в этом же периоде. Где и каким образом мы включаем данный функционал? Данный функционал по умолчанию в базе, с которой вы начинаете работать, выключен. Его не видно. Для того, чтобы он стал доступен, мы должны перейти в подсистему НСИ и администрирование, финансовый результат и контролинг. И здесь у нас есть несколько соответственных подразделов. Нам нужен раздел учет товаров. И в этом учете товаров мы прописываем, что резервы у нас формируются от обесценения запасов. После того, когда мы включили данную опцию, у нас стал доступно в подсистеме регламентированный учет. Также хочу сказать, что в более ранних версиях эта настройка находилась в подсистеме регламентированный учет. Но вне зависимости от того, в каком релизе вы сейчас работаете и настраиваете в НСИ, в финрезе, либо в регламентированном учете, тем не менее доступно это все равно у нас в регламентированном учете, у нас появляется поле подраздел «Резервы под обесценение запасов». Для того, чтобы начать с ними работать, мы, естественно, должны сначала что-то там купить, оприходовать, ввести начальные остатки. Мы это ввели, но я хочу сразу же показать этот момент. Я очень прошу прощения, но, к сожалению, буду изредка покашливать, для того, чтобы мы понимали о том, о каких суммах идет речь. Я ввела один маленький пример совершенно, для того, чтобы нам проще не теряться в этом потоке информации. Ввела документ. Еще, допустим, в 2020 году мы закупили какое-то количество товаров, то есть я не мудрство и лукаво их обозвала вот так, один, два, три, четыре, пять. И еще взяла один материал, для чего скажу немножко попозже. И, соответственно, тоже все легко и просто. Всех по 100 штук и всех по цене 100 рублей, чтобы нам было легко потом понимать о том, о чем мы говорим. Итак, возвращаемся в регламентированный учет и идем с вами в резервы под обесценение запасов. С чего все начинается? Начинается с того, что мы формируем правила именно начисления этих резервов, потому что без данного правила система не будет. Что такое у нас это правило? Правило, на самом деле, это у нас такой справочник. Хотя он, так скажем, виден вроде как журнал документов, на самом деле это справочник. И он у нас предназначен для хранения информации о настройках начисления резервов под обесценение именно согласно требованиям ФСБУ 5.2019. В случае, если себестоимость товара превышает его чистую стоимость продажи, то есть та цена, по которой бы мы сегодня смогли продать этот товар, производится формирование резерва под обесценение на соответствующую разницу между чистой ценой продажи и фактической себестоимости. Если же сумма накопленного резерва превышает разницу между себестоимостью и чистой стоимостью продажи, тогда, наоборот, происходит восстановление резерва. Итак, открываем с вами, создаем новое правило. Я создала, опять же, создала одно для того, чтобы нам просто разобраться в этом моменте. Но покажу, каким образом это происходит. Естественно, мы ему даем наименование. Вот я его тоже, совершеннейшая, так скажем, фантазия у меня не очень хорошо работает. Назвала начисление резервов под обесценение запасов. На самом деле можно там, допустим, для склада такого, для номенклатуры такой-то, для, например, поставщика следующего. Почему я говорю об этом? Потому что при настройке данного правила есть возможность сделать отбор. Первое, естественно, мы выбираем, для какой организации создается это правило. И при этом мы должны выбрать некий вид цены. К цене чуть-чуть попозже выбираем тот период, в промежутке которого будет действовать именно это правило формирования. А также указываем данное правило у нас только для бухгалтерского учета, только для управленческого, либо она у нас одно единое и для бухгалтерского учета, и для управленческого. И также в настройке данного правила есть у нас отбор. Вот в данной ситуации, естественно, по умолчанию отбор не включен. Ну, мы здесь можем это правило, видите, сделать очень разное. По самой номенклатуре, по каким партиям, по партнерам, по виду запасов, по назначениям, то есть по направлениям деятельности, по конкретной номенклатуре, соответственно, по какому-либо разделу учета, по складу, например, по характеристикам и так далее. Соответственно, я то правило, которое я создала, я его сделала и для бухгалтерского, и для управленческого учета, и покажу, в чем будет в данной ситуации разница именно в плане отчетов. И создала два правила. Это правило у нас действует только на склад оптовый и только тогда, когда не задано никакое назначение, то есть не по какое-то направлению деятельности. То есть, допустим, не для какого-то госзаказа, например, создано. Я говорила, что мы с вами вернемся к моменту, который говорится именно о виде цен. Почему мы в два этапа будем все это делать. Будем делать по следующей причине. Когда мы выбираем вид цены, у нас автоматически вываливается, ну вот у меня сейчас вываливается дистрибьюторская, плановая, и я создала для расчета резервов. Я делаю пример на демо-базе. Соответственно, по умолчанию были только дистрибьюторская и плановая. Почему только они у нас показываются? В подсистеме CRM и маркетинг, в настройках и справочниках есть вид цен. И мы видим, что на самом деле видов цен в демо-базе созданы великое множество. Выбрали сортировочку, посмотрели и увидели, что сортировку, знаете, да? Можно, допустим, вот способ задания цен, например, валюта, статус у нас действует, не действует, по номинованию, соответственно, сортировать. А есть такая сортировочка по цена включена или не включена в НДС. И видите, как раз именно плановой, дистрибьюторской, ну и, соответственно, теперь та цена, которую я создала, у них НДС не включен в стоимость. Соответственно, только на основании такой цены может формироваться резерв под обесценение ТМЦ. Что мы делаем при создании цены? Нам здесь важно указать, что цена не включает НДС, и что у нас способ задания цены – это, естественно, ручной. Соответственно, это, конечно, не работа бухгалтера, это у вас отдел маркетинга, отдел продажников, то есть они анализируют рынок. На основании этого вводят данные по этим позициям. Мы только создаем бит цены, при помощи которого мы потом, у нас система, вернее, будет начислять резервы. Итак, каким образом создаем, но создали бит цены, и сейчас я покажу, ну, собственно говоря, здесь ничего такого абсолютно нет. Я указала, что она у нас в рублях, что не включена, не включен НДС, и что точное назначение. После того, когда мы все это сделали, мы сформировали уже правила. После того, когда мы сформировали правила, соответственно, мы должны установить цены номенклатуры. Устанавливается цена номенклатуры через установку. Вот установка цены номенклатуры находится через функции технического специалиста. Если вы, зайдя в программу, не видите этого поля, значит, можно найти в настройки, в параметры и поставить галочку «Режим технического специалиста». После этого он у вас будет доступен. Ну и вообще, в принципе, если не можете найти какой-либо документ, какой-либо отчет, какой-либо регистр журнал, можете здесь умело пользоваться. Так, ищем установка цены номенклатуры. У нас открывается, соответственно, история цен, и мы создаем новую цену. Выбираем ту, которую нам нужно. Мы выбираем для расчета резерву и нажимаем «Перейти к установке цен». Когда мы перешли по этому функционалу, мы должны указать, с какого момента начинает действовать данная цена. Соответственно, добавляем номенклатуру и устанавливаем цены. Чтобы сейчас уже ничего не ломать в системе, я покажу. Вот у меня есть такая цена, причем я ее на две разные даты. У меня отдел продажников работает и регулярно проверяет, обновляет эти цены. Соответственно, сначала я указала только на товары. Причем, видите, один товар у нас остался как будто бы по рыночной цене у нас хранится, два товара по цене выше рыночной, а два товара у нас, наоборот, недооцененные. То есть по рынку мы его реально объективно можем продать дороже. Все после того, когда мы установили правила, после того, когда мы установили цены, мы можем, собственно говоря, начинать работать непосредственно с данным функционалом и заставить систему нашу посчитать, какой же у нас будет резерв создаваться. Резерв у нас создается в подсистеме финансовые результаты контроллинг в рамках закрытия месяца. В рамках закрытия месяца вот мы в сентябре, соответственно, создали с вами данную цену. Мы с вами вправили, опять же написали, что это у нас действует с октября. Запускаем данную обработку. И, естественно, я это сделала все за кадром, чтобы сейчас у нас с вами не терять на это время. И, соответственно, в рамках этого месяца у нас появилось в подсистеме формирования финансового результата поле формирования резервов под обесценение запасов. Давайте сразу же, для того, чтобы понять, о чем мы говорим, в сентябре у нас еще это правило не действовало. И, соответственно, в рамках закрытия месяца у нас этого поля не было. После того, когда мы сформировали правило, сформировали цены, в октябре у нас система запускает данный механизм. Чтобы посмотреть, что происходит, вот так как у нас все галочки зелененькие, да, но нас в данный момент интересует только формирование резервов, мы, соответственно, можем нажать на клавишу «Подробнее», и отсюда мы проваливаемся в документ расчета резервов. Что представляет из себя данный документ? В принципе, вот он совершеннейший пустой, мы, как пользователи, не можем ничего в нем изменить и ничего сделать. Все, что мы могли, мы уже сделали. Создали правило с определенным отбором по только одному складу и, соответственно, создали цены. И плюс у нас есть цены себестоимости. Все, что нужно знать в данной программе для этого. И давайте сначала первое посмотрим с вами проводки, какие у нас сформировались. Откуда у нас берутся проводки? Соответственно, кредит 14, в данной ситуации у нас дебет 90. Данные проводки берутся из группы финансового учета, номенклатуры, которые находятся в справочниках в подсистеме регламентированный учет. Что же у нас здесь есть? Мы с вами говорили, установили сначала цены рыночные, численность цена продажи только для товаров. Товары, которые называются товар 1, товар 2, они принадлежат к виду номенклатуры товара. И к этому виду номенклатуры есть некая ГФУ, мы знаем, что учет номенклатуры ведется по учету, именно берется информация из группы настроек финансового учета, номенклатуры. И здесь у нас с некоторого времени появилось поле счет учета, резервов, номенклатуры. Соответственно, на складе мы можем указать разные резервы под снижение стоимости материалов, резервы под снижение стоимости готовой продукции. Так как у нас это ГФУ установлено для вида товаров, то я его назвала товар и, соответственно, выбрала субсчет 14.02. Смотрите, есть еще счет учета резервов номенклатуры для переданной номенклатуры. Так как мы в рамках этого задания с вами не будем рассматривать данный процесс, то я его не заполняю. И на будущее у меня к вам огромнейшая рекомендация, что если вы не знаете, например, за что отвечает какое-либо поле, то лучше его не заполняйте, потому что если мы заполним неправильно, то в момент проведения документа система возьмет эту информацию, а мы потом не будем знать, где же, откуда взяла система информацию. Соответственно, если бы у меня в ГФУ данные, которые используются для номенклатуры, для которой рассчитывается резерв под обесценение, не был указан данный счет, то система бы сама меня попросила, что я не знаю. И, соответственно, меня бы система направила именно в ГФУ номенклатуры. Я бы тогда поняла, где это указывается. Соответственно, счет у нас 41, к нему счет для учета резервов 14.02. Но у нас мы говорили, что резервы корреспондируют со счетом расходов. Откуда берется счет расходов? А вот счет расходов берется из счета учета продаж. Вот у нас нет отдельного счета, вернее, отдельного места настройки, которое бы показывало нам не только счет, но и аналитику. Например, для товаров все просто. Здесь, ну, как правило, товары мы купили, и, соответственно, при реализации это у нас 90 счет. А если, например, это какое-то прочее имущество, например, те же самые материалы, то там у нас возникает 91 счет. И, соответственно, когда мы в настройках ГФУ указываем 91 счет, но в данной ситуации у нас не интересует выручка, нас интересует именно себестоимость, потому что именно отсюда берется информация, то у нас система в ГФУ сразу же попросит указать обязательно конкретную статью расходов, которая будет указываться при реализации. Так вот, дело в том, что резервы будут начисляться с той же самой статьей расходов, которая будет у нас указана в ГФУ номенклатуры по себестоимости счета учета продаж. К сожалению, пока что нет возможности выбрать отдельную статью расходов. А по 90 счету, откуда система взяла у нас в проводочках, там, помните, если у нас было, так, секундочку, история документа у нас и здесь в проводках у нас было субконта по дебету, по счету 90. Если мы провалимся, то это как раз то самое ГФУ и указывается, которое в самом товаре, по тому товару, по тому запасу, по тому виду ЦМЦ, которому прикреплено у нас данное ГФУ. Так, с этим разобрались. Но это мы с вами проговорили про ГФУ товаров, запасов, которые находятся на складе. А если, например, у нас какие-либо запасы находятся в кладовой, помните, что в ЕРП все товары, которые даже документом перемещения перемещаются между складами, но из склада в кладовую, то сразу же счет указывается затратный. Так вот, чтобы указать, у нас же там тоже могут быть в кладовой соответственно товары, какие-либо запасы. Так вот, чтобы указать счет учета начисления резервов под обесценение для запасов, которые находятся в кладовой, это настраивается в подсистеме регламентированный учет, и у нас отражение документов в регламентированном учете, если мы сюда попадаем, сейчас немножечко система подумает, куда нас запустить, и вот через отражение документов мы можем попасть с вами в настройку отражения документов в регламентированном учете, и здесь мы с вами должны выбрать счета учета производства, вот видите, допустим, я для одной уже ввела счет учета резервов, соответственно, что это у нас такое, аналитика учета для производства является группа аналитического учета номенклатуры, ну вот у меня в подсистеме данной в демобазе включен, включена функция введения дополнительного среза аналитики по группам аналитического учета номенклатуры, соответственно, по группам учета номенклатуры вот в данной ситуации, допустим, я взяла материал счет 20-й, а вот счет учета резервов мы здесь выбираем, он у нас только один, единственный доступный резервы под снижение стоимости незавершенного производства, то есть вне зависимости, что там у нас готовые ли продукции в кладовой находятся, сырье или полуфабрикаты, собственные полуфабрикаты или покупные, все это будет учитываться на субсчете 14-0-4. Все, все настроечки мы сделали, документ у нас сформировался, но здесь мы видим в проводках только результат, а мы же хотим понять, собственно говоря, что у нас там произошло. Так вот, из самого этого документа мы можем попасть в два вида отчетов. Это в справку расчет движения резервов под обесценение запасов и справку расчет именно расчет самого резерва под обесценение запасов. Вот давайте с вами сформируем такой отчет. Соответственно, если мы формируем непосредственно из самого документа, то у нас документ автоматически формируется только за данный период и, соответственно, в настройках можем поменять вот таким образом. Либо мы в данный отчет можем еще зайти через подсистему регламентированный учет справка расчет резервов под обесценение запасов. Соответственно, в сентябре давайте сразу сначала посмотрим. В сентябре у нас еще не работало наше правило, соответственно, данный отчет пустой. После того, когда мы ввели данные только по товарам, помните, что у нас первоначальная цена была у всех позиций по 100 рублей. Вот у нас сразу показывает систему. Почему только оптовый склад? Потому что в правиле начисления резервов под обесценение товаров у нас установлен двор по оптовому складу. Соответственно, мы видим, что фактическая себестоимость у нас каждой позиции 100 рублей, количество соответственно 100, итого стоимость 10 тысяч. Если вспомните, что мы когда создавали цену, вот именно чистую стоимость продажи, мы по двум позициям указали, что по одной позиции 60, по другой 80, по третьей 100, по четвертой, пятой, наоборот, у нас получается чистая цена продажи, ну, соответственно, ликвидный товар, то есть у нас две позиции прям ликвидного товара, одна позиция туда-сюда, прямо вот только в ноль мы можем продать, и две позиции у нас чистейшего неликвида. Соответственно, формируется у нас резерв, каким образом рассчитывается, у нас сформировался взято количество умноженное на стоимость фактическую минус стоимость чистой продажи, итого сформировалось 10 тысяч минус 6 тысяч, сформировался резерв в размере 4 тысяч. Соответственно, то же самое по другой позиции. Далее я вводила еще стоимость, чистую стоимость, и в следующем месяце у нас происходит до начисления по этим позициям, по уже новой цене. Новую цену я опустила еще ниже, товар 2 у нас наоборот стал более-менее ликвидный, а вот товар 4 и 5 тоже у него изменилась рыночная стоимость. Соответственно, по этим позициям у нас тоже начислился резерв. А вот по позиции номер 2, которая у нас до этого была ниже фактической стоимости, а теперь я ввела новую цену, в данной ситуации я вводила премию, у вас естественно это будут продажники этим, наверняка заниматься менеджеры. соответственно, мы видим, что цена у нас увеличилась на этот товар, соответственно, у нас произошло восстановление резерва на ту разницу, которая у нас была начислена до этого и от чистой цены продажи, которая происходит сегодня. То есть, соответственно, документ, расчет резерва под обесценение запасов у нас с вами предназначен для формирования этого самого резерва. И резервы рассчитываются исходя из наличия актуальных правил, которые мы с вами сформировали. В правилах мы задали организацию, для которых выполняется формирование резервов, именно по нему мы сейчас сформировали. Можно сделать различные отборы, мы с вами сделали отбор по оптовому складу и потому что без направления деятельности. Соответственно, если себестоимость ТНЦ превышает чистую стоимость продажи, то, что у нас случилось с позициями 1 и 2 в первом месяце, то на эту сумму разницы именно между ними у нас начислился резерв под обесценение. А если же у нас разница между себестоимостью и чистой стоимостью продажи стала меньше накопленного резерва, то происходит восстановление резерва, либо, например, как у меня в данной ситуации пример наоборот, рыночная стоимость увеличивается. Какие же при этом проводки у нас формируются, когда возникает восстановление резерва? мы с вами проговорили, что в сентябре у нас не было ничего, в октябре у нас начислился, а в ноябре мы видели, что у нас происходит восстановление. А восстановление резерва происходит та же самая проводка, абсолютно, один в один, если мы возьмем по товару два, но эта сумма у нас получается сторна. Также я бы еще хотела обратить внимание на следующее, что данные проводки у нас формируются в бухгалтерском учете, а в налоговом учете у нас формируются с вами временные разницы возникают. То есть в налоговом учете не формируется данный резерв. Резерв формируется только в бухгалтерском отчете, то есть налог на прибыль совсем никак не влияет. Следующий еще момент, это у нас там склад лежит, но мы, например, взяли и создали документ внутреннего потребления, то есть мы взяли какое-то количество из товаров, неважно кондиции, некондиции, и вот я у нас взяла и передала в производство, то есть писала на расходы, что при этом происходит. Значит, сразу же скажу, что у меня уже сформирован этот документ, после, вернее, вы сейчас видите проводки, после того, когда я формировала еще и закрытие месяца, то есть расчет себестоимости произошел и сформировались резервы. Изначально, когда вы только проведете документ, вы увидите только документы списания товаров на расходы, товаров на расходы, а после того, когда закроете месяц и в рамках закрытия месяца запустится именно формирование расчета резервов, то у нас этот же документ уже задним числом попадет проводочка списания резервов под обесценение. Соответственно, она будет уже не на затраты в том плане, что не на затраты счета там 90 или 91 в зависимости от того, какой товар мы вкладываем, списывается резерв, а непосредственно счет учета затрат, который указан в документе. Смотрите, я взяла здесь разные статьи списания. Взяла одну производственную и остальные коммерческие. Можно было, конечно, тут еще разнообразить. Тут я взяла 44-е, можно было взять 25-е, 26-е. Так вот, по одной позиции материал у нас ушел непосредственно в производство, остальные товары ушли все для коммерческих. Соответственно, именно по счету списания, которые в документе внутреннее потребление и будут счета затрат уже не из графа убраться, а из документа внутреннее списание. Соответственно, это я сделала документ в январе, система посчитала все резервы, которые там были, пропорционально тому количеству, которое мы списали по 10 штучек, списала резерв под обесценение. При этом мы знаем, что у нас всегда идет начисление по кредиту 14-го счета, видите, и списание тоже по кредиту, просто начисление у нас черная обычная сумма, а списание происходит стомнирующая сумма, то есть уменьшается сумма затрат, потому что изначально сумма затрат уже влегла у нас в документе начисление непосредственно резервов, то есть ушла либо в 90-й счет, например, как товары, либо в 41-й, как в материалы, допустим, если мы указали в ГФУ. В принципе, та же самая картина происходит, например, при реализации, тоже я создала документ такой в продаже, создала его, вот сегодня ночью создавала, соответственно, то есть февраль, и уже закрыла месяц февраль в плане именно расчета. Соответственно, я списала, и здесь вот тоже хочу еще вам показать проводочки, и здесь списала не только товары, но и материалы. По материалам у меня тоже ранее начислились соответственно, уже резервы по второй цене, где я указывала не только товары, но и материалы. Соответственно, самая обычная реализация, точно так же по 10 штучек, вне зависимости от продажной цены, у нас сначала сформировались, ну, соответственно, самые обычные проводки реализации, а чуть позже у нас возникает списание резерва соответственно, с теми счетами, которые у нас указаны в номенклатуре. При этом, смотрите, у нас есть списание резервов по товарам на 90 счет, и списание резервов на 91 счет. И вот у нас, видите, у нас возникла субконта первая излишки товарно-материальных ценностей и вторая субконта материала прочие. Откуда взялись материалы прочие, что это такое? Это у нас та номенклатура, которую как раз мы списали в том числе. И в этой номенклатуре у нас в ГФУ указано, что при реализации себестоимость 91. А помните, мы с вами говорили, что при начислении резервов и, соответственно, списании и восстановлении система берет счет учета и субконта именно из ГФУ. Ну, предположим, вот я просто специально выбрала такую статью, чтобы она прям бросалась в глаза, чтобы люди как-то... Причем здесь у нас излишки. Поэтому здесь вот этот нюанс нужно обязательно учесть, что при реализации и при списании резерву будет использоваться одно и то же субконта. Так, все, в принципе, по документам мы с вами проговорили, и у нас с вами повнимательнее посмотреть отчеты. В правилах формирования резервов, тоже, кстати, в моем релизе в резервах под обесценение запасов есть только четыре пункта. Правила формирования, пересечения правил и две справки расчета. В некоторых релизах здесь же присутствует еще отчет контроль применения правил. Каким образом его найти, если у нас его здесь нет? Мы заходим в правила формирования и к нему есть отчетная формула, как раз контроль этого правила. Соответственно, что мы видим в контроле? Первое, мы его, естественно, формируем на какую-то определенную, но только не дату, а период отчета, то есть на определенный месяц. В данной ситуации отчет у меня сформирован на ноябре 2022 года. И здесь есть несколько вариантов формирования. Есть взять все остатки только по этому правилу, только с ценой, либо только без цены. Ну вот я сформировала такой пример, что я на все товары установила цену. Соответственно, здесь вот у нас отчет все остатки по правилу и с ценой будет абсолютно одинаково. Если мы поставим без цены, соответственно, в моем примере такого не будет. Но, соответственно, вы у себя на предприятии можете увидеть этот момент. Да, еще очень важный момент. Иногда получается, что вроде как сформировали, и мы даже видим проводки, что у нас начислились резервы, но при этом отчет не формирует данные. Почему? А это зависит от того, каким образом мы формировали данное правило. Помните, я вам говорила, что я его сформировала и для бухгалтерского учета, и для управленческого учета. Это как раз влияет на все отчеты, которые мы после с вами формируем. Так как у меня стоит галочка для управленческого учета, то данный отчет сформировался. Но если вдруг вы видите, что проводки у вас сформировались, а отчет не формируется, значит, заходите и проверяете правила. Если у вас правило, например, стоит только для бухгалтерского учета, вам, соответственно, нужно просто изменить данные отчета, и после этого у вас отчет сформируется. Соответственно, мы знаем, что у нас по этому правилу только для основного склада сформировались отчеты, и этот отчет у нас отвечает за такие вопросы. Какие остатки запасов подпадают под выбранное правило? И мы смотрим, что вот у нас остаток на ноябрь месяц по 100 каждый единиц, по чистой продажной стоимости, то же самое количество, соответственно, и по учетным ценам, которые мы устанавливали, в том числе и даже те, которые, вот видите, у нас, что продажная цена, чистая цена продажи и фактическая стоимость одинаковая, тем не менее, они попадают в отчет, просто в поле отклонений данных никаких нет. Следующее, какие остатки запасов подпадают под выбранное правило, но по каким-либо причинам не расценены, допустим, не установлена цена чистой продажи, но тоже мы здесь увидим. И, соответственно, какое получается отклонение по цене или суммы чистой стоимости продаж от текущей стоимости. Значит, смотрим, видите, у нас не только по сумме формируется, по цене, по сумме и, соответственно, в относительных показателях. Если у нас по позиции материал у нас фактическая стоимость 10 тысяч, чистая, соответственно, продажная 10 на 8, прошу прощения, потому что чистая стоимость 80, соответственно, отклонение 2000, 2 от 8 у нас получается 25%, а вот по позиции товар 1 у нас отклонение аж 150. Так, следующий отчет, который с вами посмотрим, который мы еще не посмотрели, это у нас справка расчет под обесценение. Так, справочку расчет резервов. Берем на начало. Так, резервы. Вернемся в 22-й год. Так, февраль слишком много взяла. Давайте, в ноябре у нас было и восстановление, и начисление. характеристики мы не используем, можно либо скрыть, либо в настройках убрать. Так, сейчас давайте, чтобы они нам не мешали. Зайдем в структуру и выберем характеристики и серии. Так, вберем и видим, что у нас было формирование резервов, был некий начальный остаток, который мы уже сформировали на начало года. Причем, видите, у нас суммы все поменялись совершенно не те, которые были. Почему? Потому что у нас данные в валюте управленческого учета, а управленческий учет в данной базе у нас в рублях. Соответственно, мы заходим в настроечки, меняем в валюте регламентированного учета, переформировываем все, и вот теперь нам с вами совершенно знакомые цифры, все отклонения, начальные остатки, формирование и восстановление. Соответственно, справка расчет резерва у нас отвечает на главный вопрос, каким образом был произведен расчет формирования либо восстановления резерва в выбранном периоде. Также у нас есть отчет, данную ситуацию не будем сохранять, но если вам нужно, если вы постоянно пользуетесь, конечно, сохраните вариант. Справка расчет движения резерва под обесценение. Мы с вами смотрим, что у нас происходило в периоде. Мы с вами говорили, что в феврале мы тут с вами еще и продавали товар. Соответственно, есть начальные остатки, то есть мы в предыдущем месяце, в январе сначала с вами передали в производство соответственно у нас на складах. На складе оптовой осталось 90, мы с вами говорили, что в правиле, в первом правиле мы начисляем на основании чистой продажной цены только по оптовому складу. Соответственно, для того, чтобы у нас сформировался резерв под обесценение в производственной мастерской, мы должны сформировать новые правила. Возможно, там будет не чистая цена продажи, например, а какой-то процент к этой цене продажи, например, чуть выше или чуть ниже. По этому правилу будет тогда по этому же товару, но уже по другому складу будет действовать другое правило. Соответственно, и мы видим, что именно с оптового склада было еще выбытие 10 штук. Это у нас была та реализация, которую мы с вами сформировали. И, соответственно, начальное количество, начальная сумма в резервах. Опять, тоже, видите, сумма какая, совсем не та, которую мы с вами видели. Почему? Потому что у нас изначально отчет формируется в валюте управленческого учета, то есть он сразу нам переформировал в соответствии с курсом, поправляем на, соответственно, регламентированный учет и видим наши с вами цифры. Вот у нас наконец осталось 80 и, соответственно, резерв точно так же начало и окончание. Так, теперь у нас последний момент с вами остался еще посмотреть один отчет. я не буду сохранять, мне не нужен дополнительно. Это пересечение правил расчета резервов. Пересечение, что это такое за отчет о регионе. Данный отчет у нас точно так же у него есть несколько вариантов. Естественно, по организации на определенный какой-то период и вариант формирования. Либо мы выводим все, либо все пересечения, либо только конфликты. Значит, я для демонстрации формировала только одно правило, но если бы, например, у нас было несколько правил формирования, например, для того же самого оптового склада за другой какой-то период, либо, допустим, период, который накладывается один на другой, от другой цены формировался, то этот отчет нам как раз показал все эти разницы. И в презентации, которую я вам отправлю, я туда прямо вывела схему, по которой, собственно говоря, у нас происходит приоритет выбирать. Сейчас одну секундочку, я покажу вам экранчик, и вы увидите это, собственно говоря, правило. Так, вот у нас правило конфликта, то есть есть какое-то одно правило, у него один приоритет, есть второе правило, и есть третье правило. Соответственно, если мы когда нажимаем выводить все, вот вариант формирования, то у нас в отчете будет выводиться информация по всем правилам формирования резерв. Если будем выбирать пересечения, то у нас покажется только А и только Б, то есть все пересечения, соответственно, если есть четвертая, пятая и так далее, будет показано больше. И, соответственно, если у нас вдруг какие-то правила между собой конфликтуют, то мы с вами в данном отчете увидим только отчет П. В данном у нас примере я не была у меня цели показать эти конфликты, но и самое главное, чтобы вам рассказать, что такое в принципе возможно. Так, ну и, соответственно, данный отчет у нас отвечает на вопросы, какие правила формирования резервов пересекаются при условиях отпора и какие будут отобраны пересечениями вытеснения или конфликтом при выполнении регламентной операции формирования резервов от обесценения запаса. Коллеги, если у вас есть вопросы, то я готова их послушать. Если знаю ответ, если могу ответить, отвечу сразу. Если вдруг возникнут какие-то вопросы, на которые сейчас сразу не готова буду ответить, то возьму некий тайм-аут и мы обязательно с вами свяжемся для того, чтобы ответить. Пока вы думаете, формируете свои вопросы, соответственно, я подытожу то, о чем, в принципе, мы с вами сегодня поговорили. Да, вижу вопрос, что жаль, я не показала правила пересечения конфликтов. Дело в том, что у нас же изначально тема, мы с вами проговаривали, что резервы под ценение запасов с точки зрения бухгалтера. А конфликты пересечения это все-таки уже несколько маркетинговые и отделы продаж. Именно по этой причине у меня не было цели этого показать. Но знать, что вы можете с этим столкнуться обязательно. И, да, кстати, еще момент, что для тех, помните, я вам в самом начале говорила, что для тех, будет до самого конца, мы вам отправим, я бы составила специально таблицу по тому, на основании чего, где и как формируются именно проводки в бухгалтерском учете для начисления резерва, для восстановления резерва, для списания резерва, откуда берется предет, откуда берется дебет, откуда берется, какие субконты, чтобы у вас было в обобщенном виде. Итак, сегодня мы познакомились с вами настройками функционала учета резервов под обесценение, мы с вами проговорили про создание правильного формирования резервов под обесценение запасов, соответственно, если вы бухгалтеры, вы вряд ли будете пользоваться этим, если только у вас какая-то небольшая компания, но тем не менее, для общего кругозора вы должны понимать, откуда это берется, о том, какие настройки, учета резервов номенклатуры мы должны с вами сделать, то, собственно говоря, каким образом происходит механизм расчета резервов, о проводках поговорили, причем в бухгалтерском и в налоговом учете о разницах, и также о учете резервов под обесценение запасов при выбытии этих самых запасов. Познакомились с отчетными формами, которые у нас есть в типовом функционале. Так, секундочку. Именно как выбирается то или иное правило, то есть эта функция, да, да, понимаете, значит, еще раз, давайте, самое-самое начало вводное. Резервы, собственно говоря, создаются для того, чтобы показать объективную картину или там умными словами говорим, достоверную отчетность для наших собственников, для пользователей нашей бухгалтерской отчетности. Поэтому именно отдел продаж, как правило, этим занимается, мониторит рынок, вводит данные и уже на основании этого у нас в бухгалтерском учете формируются данные проводки. То, что нас именно касается именно как бухгалтеров. они определяют эти правила приоритетов настройках. Коллеги, еще есть вопросы? Еще один момент покажу по поводу правилам, по поводу приоритета. В самом правиле есть такое поле, которое называется прям приоритет. Соответственно, приоритет 1, приоритет 2, приоритет 3. В зависимости от того, что укажет у вас отдел продаж, то будет приоритетно для программы. Соответственно, если будет какой-то конфликт, то система будет выбирать то правило, которое с более высоким приоритетом. И, соответственно, отчет ваш покажет пересечение этих приоритетов и, соответственно, тем, которые вдруг по какой-то причине будут конфликтовать. процесс формирования резерв меня интересует именно настроение правил отдельно. Да, вот как раз я показала. Я не поняла разделение функционала. Функционал разделяется, смотрите, правило приоритета распределяет в зависимости от того, какая у вас компания. В крупных компаниях этим точно занимается отдел продаж, не бухгалтер. Вы не знаете, собственно говоря, именно правила расчета под обесценение запасов. Бухгалтер фиксирует то, что у вас отдел продаж или специалист ПМСФО формирует. Вы пользуетесь уже результатом, но по отчету именно контроля пересечения условий правил формирования резервов под обесценение запасов вам доступен. Ну, в принципе, точно так же, как, допустим, скорее всего, специалисты МСФО. Но это, опять же, в зависимости от того, какие права доступа вы установите изначально. пати. Так. Не знаю, ответила на ваши вопросы или не ответила. То есть, бухгалтеру как-то говорят, какие правила для каждой номенклатуры. Смотрите, нет, ну, это, опять же, зависит от политики вашей компании. Но вы в любой момент можете зайти в справочник правила формирования резервов и по этому справочнику посмотреть приоритет. И посмотрите, соответственно, у кого выше приоритет, тот и будет так, в каких-то отчетах. Нет, почему в Excel? Вы здесь все увидите вот как раз в этом отчете контроль применения, прошу прощения, пересечения правил, регламентированный учет, пересечения правил расчета резервов и обесценения. Соответственно, если вы здесь увидите, отберете, например, только конфликты, то у вас выйдут именно те позиции и только конфликтные позиции. Поэтому, ну, то есть, если вам вдруг что-то нужно такое дополнительно в Excel, вы, конечно, можете сделать. Вот я говорю, у меня именно с точки зрения верхучета не было передо мной задачи, да, я учту на будущее, буду пошире и движение. Я просто, видите, считала, что аудитория только бухгалтеры, поэтому не создала все. Я поняла, так, начисление резерва, там выбираем правило один или два. Не понимаю, кто это поле заполняет. Смотрите еще раз, я, к сожалению, не понимаю имени вашего. Это все зависит от того, от политики вашей компании. Я думаю, мало компаний, в которых приоритет этого правила заполняет бухгалтер. В подавляющем большинстве приоритет устанавливает тоже отдел продаж, либо маркетинговая служба у вас и так далее. Так, коллеги, спасибо за интересные вопросы. Если вдруг я не ответила на ваши вопросы, либо ваши вопросы меня не удовлетворили, вас, вернее, не удовлетворили, мои ответы на ваши вопросы не удовлетворили, тогда ответным письмом, пожалуйста, напишите, и я постараюсь предоставить вам более подробный, развернутый ответ. Все, наше время с вами закончилось. Будем очень рады вас видеть на следующих наших семинарах. До скорых встреч, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok